Всем привет! На ваших телеэкранах программа Калейдоскоп. Причем не обычный выпуск, а праздничный. Новогодние. И сегодня мы постараемся рассказать вам о самых ярких, самых интересных новогодних событиях. Совсем недавно на улицах нашего города можно было увидеть сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Вот с такого необычного, можно сказать, волшебного парада и стартовали новогодние праздники в нашем городе. Пожалуй, такого количества зимних волшебников наш город еще не видел. Несколько сотен Дедов Морозов и Снегурочек вышли на улицы Рязани, чтобы дать старт началу новогодних торжеств в городе. Этот самый первый праздник получил название «В ожидании чуда». Ну а начался он с грандиозного и необычного парада, который прошествовал по Первомайскому проспекту в сторону Площади Победы. Кстати, командовал этим парадом самый главный и самый настоящий Дед Мороз. Сегодня для всех рязанцев я подготовил особый подарок и пригласил всех Дедушек Морозов вашего города. Поэтому они все здесь вместе с помощницами своими, с внучками, потому что Дедушка Мороз не всегда может успеть ко всем ребятишкам. Поэтому у него есть славные помощники. Конечно, такое необычное зрелище не могло не привлечь прохожих. Тем более, что главный волшебник вместе со своей внучкой, вопреки традиции, двигался во главе парада не на санях, запряженных тройкой лошадей, а на красном автомобиле, украшенном мишурой. Конечно, в этой праздничной новогодней картине не хватало только снега. Правда, Дед Мороз обещал постараться договориться с погодой. Без снега, конечно, не очень хорошо. Правда, внучка? Конечно. Но я думаю, что в ближайшее время мы всеми силами наколдуем снег, и чтобы наш прекрасный город стал белым, серебристым и по-настоящему праздничным. Однако и без снега праздник получился веселым и по-настоящему новогодним. На площади Победы необычных участников парада уже поджидали горожане и сказочные персонажи. Собравшись вместе, они играли, водили хороводы и ждали самого важного момента праздника – зажжение главной елки нашего города. Раз, два, три! Наша елочка, гори! Вот и зажглись новогодние огонечки! Очень понравилось, очень много Деда Морозов, Снегурочек, очень хорошо выступления, прям очень хорошо. Очень замечательно, хорошо, что придумали такое, вообще здорово. Коль какое-то настроение поднимается, ни снега, ни погоды нет. Да, очень, конечно, нравится, весело мы потанцевали, получили массу положительных эмоций, массу подарков ребенка получила от Снегурочки и Деда Морозов. Спасибо большое за праздник, очень приятно. Это событие стало первым в череде торжеств в честь Нового года. А впереди у горожан новогодняя ночь и множество мероприятий, посвященных самому чудесному и волшебному празднику. Ну что ж, наверное, сразу после праздника на Площади Победы Дед Мороз перебрался в театр на Соборной. Какую сказку он подарил маленьким рязанцам, предлагаем вам узнать в нашем следующем сюжете. Веселые интермедии с участием традиционных сказочных зимних персонажей, дедушки Мороза и внучки Снегурочки. Как обычно встречает своих юных зрителей самый старый театр нашего города – театр на Соборной. Смех и веселье, песни у елки, забавы и загадки – все эти чудеса и радости, между тем, были всего лишь подготовкой к просмотру нового праздничного спектакля. Спектакль по сказке Сергея Козлова «Снежный цветок» в театре на Соборной поставлен режиссером из Санкт-Петербурга. И это первая самостоятельная работа выпускницы театрального вуза. Между тем, плоды работы, которые можно видеть на сцене, очень понравились зрителям. Актерам тоже было просто и весело сотрудничать с режиссером. Как результат – непринужденная и естественная игра. Работать с новым человеком всегда интересно. В некоторые моменты бывает сложно работать с новым режиссером. Но мы со всем справились. У нас все было хорошо. То есть мы нашли сразу общий язык. Мы понимали друг друга с полуслова. Помогали режиссеру. Режиссер помогал нам, чтобы принести что-то интересное, что-то новое, что-то свое в спектакль. «Ежик и медвежонок», придуманные Сергеем Козловым, знакомы очень многим людям, пожалуй, не только в нашей стране, но и за ее пределами. Конечно, самой популярной стала история, когда ежик заблудился в тумане. Мультфильм Юрия Норштейна по ней превратился в легенду. Однако эта сказка не единственная. С Сергеем Козловым написан целый цикл таких историй из жизни ежика и медвежонка. Одну из них мы и видим на сцене театра. Все-таки нужно рассказать детям, что такое действительно добро. Что такое добро, что такое любовь, что такое сказка, которую ты сам можешь сделать. Самоотверженность ежика, который ради своего друга бросается на поиски цветка, вовсе не существующего на свете, вряд ли оставит равнодушными даже самых притязательных зрителей. Философская, непростая сказка притягивает не только маленьких зрителей, но и старшее поколение. Когда ежик в поисках снежного цветка нырял в ледяную прорубь, а после сам превратился в этот цветок, не зная того, дети разделились на две части. Одни кричали «Ежик спасай друга», другие переживали за главного героя и просили его не нырять в прорубь. А вот каково же было Дмитрию Мазепе в роли такого замечательного героя, он поведал нашей съемочной группе. Своя такая маленькая история, которая внутри актера, она находится, но для этого, чтобы она получилась, эта история, чтобы дети поверили в то, что ты действительно ежик, и по нашему спектаклю я должен спасти своего лучшего друга, чтобы дети в это поверили, нужно приложить очень и очень большие усилия. Зимняя сказка о ежике по планам станет не только новогодним спектаклем, но и войдет в постоянный репертуар театра. Дедушка Мороз Как обычно, они собирают всех ребят перед елкой, где и начинается самый настоящий волшебный праздник. Новогодний хоровод, конкурсы, игры, подарки, но, как и обычно, это только начало. Начало удивительного приключения. Мы приготовили кругосветное путешествие вокруг света, но не просто путешествие кругосвета, это сказочное путешествие. Мы будем путешествовать по сказкам разных стран, по итальянским, в гости Чаполина заедем, английские три поросенка нас встретят, восточные сказки, в общем, различные сказки. Вот мы будем путешествовать, всякие приключения будут, конечно, будут злые силы, появится у нас злая волшебница, вернее, она, наоборот, она добрая фея, добрая фея Барбама, которая учит всех, как надо жить и хочет, чтобы все были счастливыми по ее законам. А сказки хотят жить так, как они хотят жить. Валерий Скиданов – режиссер новогодних представлений. Вот уже на протяжении 20 лет он создает чудесную сказку для детей и взрослых. Этот год юбилейный, и Валерий признается, что с каждым разом ему становится все сложнее. Фантазия тоже, она не безгранична. Слава Богу, мне помогает моя жена Татьяна, актриса нашего театра, Таня Дубовикова. Она прекрасно мне подкидывает какие-то идеи, сюжеты. Это не просто муза моя, это мой помощник, самый главный, моя правая рука. И, конечно, ребята, актеры тоже помогают, что-то подкидывают, потом это вместе развиваем. Тем более сейчас у нас много возможностей технически это сделать красиво, мощно, с помощью лазеров, проекций, 3D-декораций у нас теперь. То есть вот это все оснащено очень красивой современной аппаратурой. Театр кукол славится тем, что здесь спектакли интересно смотреть и детям, и взрослым. Ведь каждая постановка состоит из нескольких слоев. То, что будет понятно только взрослым, информация, которую воспримут дети постарше, и то, что поймут и чем заинтересуются даже малыши. В новогоднем спектакле решили от этих правил не отходить, так что ребенок наверняка сможет вынести из него полезную информацию. А, возможно, и родителей праздничная постановка заставит о чем-то задуматься. Каждый человек решает сам для себя, как жить. И какой бы ни был там рядом человек, который считает, что он знает больше и может научить, ну, надо оглянуться на себя и посмотреть, и дать возможность другим жить самостоятельно, если это так, по большому счету, разговаривать. Ну, мне кажется, много разных там у нас таких идеек проходит. И о дружбе, конечно же, и о доброте, и о милосердии чуть-чуть мы говорим в наших сказках. Но опять же сказочным, интересным кукольным языком. Новогодние праздники – это прекрасный повод позволить себе полностью погрузиться в сказку. Ну, или хотя бы на некоторое время заглянуть к ней в гости. Праздничные представления в Рязанском театре кукол будут проходить вплоть до 11 января. Так что спешите стать свидетелями настоящих чудес. И помните, что здесь вас всегда ждут с распростертыми объятиями. Дорогие друзья, уважаемые взрослые, милые наши детишки, поздравляю вас всех и от себя, и от персонажей нашей сказки с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, веры в себя, побольше оптимизма. И приходите к нам в Рязанский театр кукол с Новым годом. Почему-то так получается, что мы все больше рассказываем о детских праздниках. А ведь перед Новым годом, мне кажется, взрослым даже больше, чем детям. Нужно как-то повеселиться, расслабиться. И вот такую возможность уже четвертый год подряд дарит школа танцев губернского бала. Приглашаю всех желающих на бал маскарада. Уже на протяжении четырех лет школа танцев губернского бала в канун Нового года устраивает бал маскарад. В этот волшебный вечер вокруг новогодней елки в танце кружатся десятки пар, окутанных атмосферой волшебства, чудес и непринужденности. Ведь здесь, на маскараде, отсутствует строгий дресс-код, обязательный для классических баллов. Самое главное – маска и оригинальный костюм. Каким будет образ – решать, конечно, участникам. Но каждый год организаторами задается определенная тема, которая связывает всех гостей единой волшебной нитью. На сей раз маскарад получил название «Чудеса Дрессельмейра» и был посвящен одной из самых известных сказок Эрнста Гоффмана. Великолепные сказки, самые известные, самые детские сказки Гоффмана «Щелпунчик и мышиный король» скоро исполняется 200 лет. И мы решили сегодняшний Новый год встретить по мотивам этой сказки. Называется сегодняшний бал «Чудеса Дрессельмейра». Тем, кто знаком по сокращенной версии сказки, непонятно, кто такой Дрессельмейр, но это повод перечитать. Про кукольное царство, про марципановый замок, оригинальную версию сказки «Щелпунчик». Так что участникам предложили стать ожившими елочными игрушками. Кто-то постарался выполнить пожелания организаторов, как, например, чертяты из табакерки. Да, мы игрушки. Только мы отрицательные игрушки. Такие ведь тоже должны быть, правильно? Другие же решили, что важнее продуманность образа, чем его соотнесенность с темой праздника. Вот, например, Иван Царевич и царевна-легушка вряд ли могли бы оказаться елочными украшениями из сказки немецкого писателя. Ну и что? Зато красиво. У нас вот получилось так, что мы в этом году решили быть вот именно в таком образе. И, ну, не обязательно быть елочной игрушкой. Просто быть красивыми. Здесь можно было увидеть царей и цариц, рыцарей и принцесс, и даже мастера и Маргариту. Просто мы хотели взять сначала образ Арвина и Арагорна, но не нашли костюм. А так как мастер и Маргарита – одно из любимых произведений, костюмы были подруганы. Обладатели самых оригинальных костюмов получили сладкие призы от спонсоров. Но не только нарядами интересен Бал Маскарад. Одна из его главных составляющих – танцы, коих в этот раз было около 30. Тема Гоффмана – это тема Руссии. И у нас сегодня несколько танцев, которые пришли в нашу программу из Германии. Это Алиман, это Берлинская полька, немецкий танец. Те танцы, которые сегодня мы танцуем. Еще множество необычных сюрпризов приготовили организаторы Бала для своих гостей. Но все же главной причиной, которая из года в год влечет сюда горожан, является ни с чем не сравнимая атмосфера чуда. Ну вот и подошел к концу 2014 год. Подходит к концу и наша программа. И напоследок мы хотели бы пожелать вам в 2015 году здоровья, счастья, любви, успехов. А также вполне реальных чудес. До встречи в 2015. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова